Доктор философии Доктор философии из Китая, из Гонг-Конга, работает в сфере кросс-культурных взаимодействий, кросс-культурных связей. На данный момент является ее главным проектом, это фонд изучения культуры Китая, благотворительный фонд изучения культуры Китая, который в рамках подготовки к 24-му международному философскому конгрессу занимается обучением иностранных студентов, иностранных для Китая, естественно, на территории Китая. Это программа, можно подать туда заявку, но об этом подробнее уже расскажет наш гость. Это главная такая проекта, то есть изучение культуры Китая, распространение культуры Китая среди других государств нашей планеты. Ее профессиональная деятельность это изучение традиционной, естественно, китайской философии, это проблема ритуала, проблема первоосновы, порядка. И на данный момент она, так как уже является доктором философии, то продолжает свою работу, свои исследовательские изучения в институте Кембриджа и занимается на данный момент философией науки, философией культуры, ну и прочими связанными вопросами. Ну, на этом, я думаю, представление можно закончить. И сейчас Элизабета расскажет основные положения своей научной работы. Это будет объяснение того, что такое ритуал в китайской культуре и того, как ритуал связан с первоосновой, с принципами, с устройством вообще реальности и общества в том числе. Я думаю, что вы можете начать, и я буду продолжать, пока вы говорите. Правда, первое, спасибо большое за этот объявление. И я очень рада быть в Москве и посетить вашу университет, и дать мне эту опыт. Это первый раз я в России. Наш гость благодарит всех присутствующих. Это очень увлекательное мероприятие. Она первый раз в России. И, по сути, единственное, что она знала до сих пор о России, это борщ. Потому что, как ни странно, борщ является достаточно традиционной едой в Гонконге и Шанхае. Но сейчас она в первый раз попробовала борщ на территории нашей страны и очень понравилась. , что сейчас я могу рассказать вам о России, и я почувствую, как и что-то довольно долго. И, по-климунски сейчас я спокоился к страны, но очень маленьким. Продолжение следует... Взаимодействие культуры России и Китая имеет достаточно большую историю, и наш гость сталкивался с культурой России с ранних лет, ну это имеет в виду, естественно, Коммунистическая партия Китая, но в таком очень ограниченном количестве, то есть о России было известно, все знают, что взаимодействие есть, но несколько так большой, ну много информации об этом. И сейчас, вот, на архиве, взаимодействие с культурой России, также надеется, что в будущем все, ну многие из вас или все из вас посетят Китай для взаимодействия, особенно это касается, естественно, молодых специалистов, будущих специалистов, молодых студентов. Ну и перед тем, как перейти к собственной научной части, Элизавета еще раз сказала про то, что у нее есть благотворительный фонд, который занимается кросс-культурным обменом, и есть возможность, как бы, подать заявку, как бы, в будущем поучаствовать в программах, естественно, уже не в этом году, там, в следующем, через год. У нее есть буклеты. Салон. Ну, здесь есть буклет, можете потом посмотреть, он на английском языке, но... Есть веб-сайт. Также есть веб-сайт, и если у кого-то появится заинтересованность в участии в этих программах, то можете обращаться, ну, в общем, ко мне. Вот, теперь мы можем перейти уже, собственно, к научной части, которая, там, будет понятна, интересна. So, my journey into doing the type of work that I do is related to who I am and knowing myself, because I was born in Hong Kong, I grew up in New York, in America, and then I return to China, and I do the studying of the tradition, so that now, in my work, I do comparison between contemporary philosophy of the West and the traditional classics of China. And I hope, maybe, this is also a trend in the future for Russia to know who they are and what is behind the heritage. Вообще, исследовательская работа доктора Элизабет, можно сказать, это исследование того, кем она является, кто она есть, потому что вот она, естественно, в национальности из Китая, но она родилась в Гонконге, потом выросла в Нью-Йорке, и затем уже в достаточно зрелом возрасте обратилась к изучению китайской классики, к изучению китайского наследия, и на данный момент проводит такое сравнительное исследование между традиционной китайской философией культуры и современной западной философией и культурой тоже. И надеется она, что, возможно, это может быть и трендом для России, то есть для поиска ответа на вопрос о русском наследии, русской культуре, и поиск собственной идентичности в сравнении с другими культурами. So the person that I investigate is a philosopher of the Song dynasty, which is about 10 to 12th century in China. And during this period, there is an important infiltration of Buddhism into our culture, which is from India, and it's not native to China. And the scholars of that period found it necessary to go back to 3,000 years of tradition and to understand the fundamentals of what is in the Chinese tradition. And my philosopher's name is called Zhang Zai. It's kind of complicated. But his name, he is a celebrated philosopher, but he's not very famous. Some of the philosophers who use his work later was more famous because they make a point to become famous. But for him, he summarized all the philosophy from the Qing dynasty, which is 200 BC, all the way to the 10th century. And then he uses his summary and structured his own scheme of philosophy. And that's what I investigate. So the person, the author, the author, which is our guest, it's, he belongs to the dynasty of Sun. It's the 10th century and 12th century in China. In this time, China experienced a lot of influence on the Buddhist tradition, which came to China from India, and, of course, it was, собственно, китайский буддизм. И поэтому в это время, то есть, когда Китай испытывал влияние буддизма из Индии, то многие ученые обращались к тому, чтобы, собственно, понять и переосмыслить, собственно, китайскую составляющую на тот момент в их культуре. И исследователя которого изучает наш гость, его зовут Джан Зай, он жил в то время, он проводил, скажем так, составлял систематику, то есть, собирал разные теоретические аспекты в одну единую систему и достиг достаточно больших успехов в этом деле. При этом он, как бы, значимая фигура, но не очень известная. Естественно, мы сейчас слышали про Конфуция, Лао Цзи, про Джан Зай в основном никто особо не слышал. Но это, тем не менее, очень значимый философ, хотя не очень известный, потому что многие ученые, философы и культурологи, которые были в Китае потом и использовали работу Джан Зая, они были более известны, потому что, собственно говоря, ставили перед собой именно задачу в обретении популярности. А Джан Зай был, скорее, таким философом в духе Сократа или фигура, который занимался, занимался, собственно, наукой. Поэтому, скажем, его работы интересны, важны, но не очень известны. И вот это является та фигурой, то время, на котором сосредотачивается внимание исследователей. Сократа или философ? Сократа или философ. В Китае. В каком месте? И в каком месте? В чём на Китае есть? Сиан. Он из Снг Династя. Снг Династя. Он имеет Нортерн Сунг и Судерн Сунг. Нортерн Сунг был первым, потому что они превратились в Капитал, в Китае, в Китае, в Китае, в Судерн Сунг. И есть пять очень важных философов, в том же время, Сунг, и он является Нортерн Сунг. Потому что Буддизм, и Буддизм из Индии, и я думаю, что в русском культуре, может быть, есть еще раз взаимодействие с Индия, и может быть, Буддизм тоже имеет некоторую логику в Китае, в Китае, в Китае. Этот философ, он принадлежит, опять же, к северной династии Цунг. Там было две династии, северная и южная. Первая династия была северная, потому что, собственно, старица была на севере, и с севера там начиналась эта династия. Было пять известных философов этой династии, и Чжанзай является одним из них. И как раз в это время было влияние буддизма, который пришел в Китай с севера и с запада, и именно обращались к сопоставлению буддизма и традиционной китайской культуры. Также Элизабет сказала, что, возможно, есть некоторые параллели между, ну, при сопоставлении китайской и индийской культурой, она также отметила, что, возможно, есть некоторые параллели, связи между индийской и русской культурой. Они отмечали это когда гуляли, и то есть вот это вопрос. История Центр Элли, Chinese philosophy before the influence of Buddhism. Because Buddhism brings to China some western thinking, which is integrated into our philosophy. So, explaining this small detail, which is... But it's important for my investigation of the rights as principle, because after the Buddhist influence, Chinese philosophy became more bivalent, with western logic integrated into it. And Zhang Zai's thoughts and structure is before this influence was contaminated. So, why? 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 И вы спросите, почему вы делаете это, как это? Я не знаю, все делаете это так. Так что это норм. И это в нашу сознание, но это было что-то, что мы уже были заболеваны и интернализированы. И иногда вы идите к церкви, они получают церемонии, и все это символизирует что-то. Так что в рите в Китае, это уже 1000 Б.C., или даже before 1000 Б.C., всегда всегда был в Рите. И в Рите говорит о том, что ваш родственник, как муж и муж должен быть, как он суперер, как он депутат, как он депутат, как он депутат, the five relationships in China has been for thousands of years established, so that everyone knows how the relationship is interacting. Собственно, теперь обращаясь уже к непосредственно к теме исследования докладчика, она звучит как, если это буквальный перевод, то это ритуал как принцип. Что такое принцип, объясним чуть позднее. Сейчас что такое ритуал? Ритуалы – это некоторая норма поведения, которая существует в культуре и впитывается с самого начала жизни человека, то есть, когда человек уже рождается, он сразу окружен какими-то ритуалами, и он обучается им следовать, и следует далее своей жизни. И ритуалом, по сути, он очень распространен, и зачастую люди даже не понимают, почему они что-то делают. Например, студенты приходят в университет. Вопрос – почему? Это один из видов ритуала. Это норма социальная. Также это относится к другим вопросам. Например, если в церкви, зайди из церкви, либо буддийская, либо еще какая-то, там-там-там-там тоже, определенный ритуал. Как себя вести? И традиция ритуала в Китае, она имеет очень долгую историю, то есть непрерывающуюся, это важно, потому что история современного китайского ритуала начинается за тысячу лет до Рождества, до нашей эры, может быть, даже более. И в Китае всегда была, скажем так, книга ритуала, где были совершенно четко прописаны пять видов отношений. То есть есть пять видов отношений. Отношения между отца к сыну, сына к отцу, естественно, между братьями, отношения мужа и жены, отношения подчиненного к начальствующему. Отец и сын, муж и жена, братья, Хароль и подчиненный, царь и подчиненный, официальная субординация. Все, все, все. И они все время прописаны, и каждый в Китае их знает. То есть это совершенно не вещь, в которой невозможно сомневаться, это прописано совершенно четко, и это всем известно. И, неудивительно, как? Китае,. В общем-то. Неудивительно, беда, югг, домов. И китай, т.е. И, в будущем, он сомневся, униг, китай, дизайн, дологие, дизайн, и в нему-то нему-то в сомн. Это очень подчиненный, миль. И он, он царь и дух, неизбелен, и царь и дизайн. А, я, я и я дам, что я дам. Что я дам. Что я даму сомн. Продолжение следует... Before the Southern Song people changed some of the thinking by integrating the Western thought of the Buddhism. So it is a monistic, cyclical, organic approach rather than a bivalent, true, false, separated type of approach. And that goes to the next question of principles. How do we define this word principles? The character of the principles actually... Okay. Собственно, опять же, вернемся к Джан Заю, который исследует Элизабет Ли. Как уже говорили, он относился к... Ну, и жил во время Северной династики и, по сути, является представителем раннего конфуцианизма, который, ну, по сути, надо называть не конфуцианизм, тогда как зачастую это название применяется к философам Южной династики, которые жили позднее, поэтому испытали намного большее влияние через... от буддизма, то есть, которые впитали в себя больше такой двузначной логики, то есть, противопоставления дуалистичности, там, истина, ложь, там, черное, белое и так далее. Тогда как Джан Зай, который принадлежит к более ранней китайской традиции, он... в его работах, скажем так, менее... вряд ли можно найти вот такое четкое противопоставление дуализма, там больше построено, на принципе, единоначалие, цикличности и круговращение. То есть, там монизм, а не дуализм. И сейчас мы переходим, естественно, это было подвод к тому, объяснение того, что такое вообще принцип понимания в китайском, что такое принцип. То есть, вы знаете, что китайские персонажи, как символы, и символ, по принципу, это вообще этапология, о том, что из этого персонажа, это дуализмом одну из поля, этого centered на ней, это, по-другому, или какой-то матери, это, по-другому, Так, из этой мысли, Некоторые синологи в 18-х веке переводят в английский как принцип, но в самом деле это как принцип или нормы в том, что внутри культуры, что все знают, что делать в определенных ситуациях. Мое русское произношение только должно звучать по-китайски. Изначально по звучанию этим словом обозначались узор, который получается на срезе нефрина. Если разрезать нефрит, там есть некоторый узор повторяющийся, потому что это кристалл. И там вот этот узор, это и есть то, что изначально называлось как Ли. То есть циклический характер, да? Тут смысл именно в некотором узоре, в некоторой структуре. То есть эта именно структура, она в 18-м веке была переведена на английский язык как принцип. Но сейчас Элизавет расскажет именно значение иероглифа. То есть что обозначает иероглиф, в котором обозначает это слово принцип. Да. So we stay with the translation principle, because if we make too many translations, it go crazy, right? Because sometimes it means a little bit different here and there. But the relationship between rights and principle, why is it that we can say rights as principles, is what glue together the rights and the principle. Because rights is what you do and you can see and hear what people say and what they do. But the principle is something there and you cannot see. So what is the manifestation of the principle in our human being is learning. We have to learn from a very young age to teach our children and pass on to them the understanding of the rights so that they have the behavior. which later on they internalize this principle inside when they are more mature, just like maybe I understand in Russia below 14 years old. So if you have a crime, you do not go to the prison because maybe you don't know everything yet. But when you are mature, then you have to be punished. So this way, the rights and the principle, the principle, they say, is from heaven or from sky. And actually, it's made by human beings, but it's something that we do from the natural state that everyday habits. But everybody knows and we call it context. And so China is a very high context civilization versus America, who is a low context because they only have 200 years. So, what about principle? What is principle? It's a very complicated question with the language. It's a very complicated question with the language, but in the moment in English it doesn't mean перевод, because otherwise you can just put it on. It's a word principle. In the first place, it's an example of an example. What is principle? It's an example of an example of how we are doing. In principle, there are some parallels with the ideas. This way, the idea of principle. And if you look at the etymology, principle, that is an example. It's an example, the loatis meaning, boleh term. Maybe the belief which occurs shortly. With the Freudian phrase from me. That's the idea of a principle. On the advocated to Paul. The idea, praying that should be around the產 vocês. на самом деле чего угодно, получает свое проявление. То есть как идея, которая существует в некотором мире идеи, если это сравнить с Платоном, как она получает свое проявление. И мысль докладчика в том, что принцип по сути проявляется и получает свое существование именно в течение ритуала, посредством ритуала. Потому что ритуал – это повторение каких-то действий в определенной последовательности, то есть в определенной структуре, как нужно относиться к своим родителям, с почтением. Это определенный ритуал. И изначально, например, когда человек рождается, он может не понимать, ну, не понимает и не обладает знанием. По сути у него есть только какая-то инстинктивная составляющая. Он хочет есть, спать, играть и так далее. Но в течение времени, если человек повторяет какой-то ритуал в течение очень долгого времени, в китайской культуре это начинает с самого рождения, то его структура, его психики, она начинает меняться из-за этого повторения. И с течением времени структура психики человека начинает уподобляться тому принципу, ритуал которого он исполнял с самого своего рождения. Если это почтение к родителям, то значит, он будет почтительным. И это перейдет в его, скажем так, станет уже частью его сознания. То есть он сможет в конце концов осознать, что это должное поведение. Или отказаться от него. Ну, например, даже в нашем уголовном законодательстве, если ребенок до 14 лет совершает любое преступление, даже убийство, он не будет наказан. Потому что он предполагается еще не сознательным. Он недееспособен. У него есть права, но он недееспособен. Если же человек осуществляет преступление под достижение какого-то возраста, когда он уже должен быть сознательным, ну, например, в 18 лет уже полная дееспособность наступает, то тогда он уже полностью дееспособен. То есть предполагается, что к этому возрасту человек уже впитал в себя те принципы, по которым устроено наше общество. Если он не согласен, значит, он подвергается какому-то общественному наказанию. Продолжение следует... Поэтому, конечно, this investigation will be on the level of aesthetics, sociopolitics, ethics, and the philosophy of science, which, of course, in my short visit here, I cannot go into all the details, But fundamentally, I think it's important to know that what we're talking about is Confucianism. And Confucianism, although this period that I'm talking about is called Neo-Confucianism, and later Confucianism is called New-Confucianism, but one thread that runs through all Confucianism is the love of learning and the importance of learning. And this, it's only through learning that we internalize and habituate. And so I thank you all for coming to learn about this today. And I would take any questions that you might have on this topic and answer them for you. No, that's all yes. If anyone wants to do more. Yes. No, I think it's better. So, actually, исследование Elizabeth Lee, it's a very complex character. То есть, исследование того, как проявляются какие-то принципы. Там в исследовании будет четыре части. Оно пока еще не завершено, в Кембридже будет его завершать. Там будет исследование со стороны философии науки, со стороны философии, социополитики и эстетики. Естественно, сейчас невозможно сказать об этом все. Мы просто сказали про базовую конфуцианскую парадигму, при том именно неоконфуцианство, который Жан Зайли с представителем неоконфуцианства. Тогда как поздние представители являются новыми конфуцианцами. Но, тем не менее, через все конфуцианство проходит одна главная идея. Это можно перевести как любовь к обучению, любовь к учебе. Это, по сути, главная идея, которая есть в конфуцианской традиции. То есть, это именно принцип того, как человек усваивает себе новый принцип. То есть, если человек любит учиться, а для этого нужно соблюдать определенные ритуалы. Ну, хотя бы посещать пары, как кто-то подсказывает из зала. Иногда вовремя. То это определенный ритуал, который необходимо соблюдать. И если человек имеет любовь к обучению, если он соблюдает этот принцип, то, по сути, ему становятся доступными все принципы для проявления. Это уже тогда частный вопрос, кем он станет. Юристом, политологом, культурологом, танцором или каким-то еще. Вот. И Элизабет Ли благодарит всех, тех, кто пришел сегодня обучиться этой информации. И если есть какие-то вопросы, то она с удовольствием на них ответит. Анатолий Милович, Кирилл? Нет. Лучше. Существует генетическое обоснование того, что многие черты характера человека, его интеллект и другие свойства определяются врожденным. Скажите, пожалуйста, каково значение социальных факторов обучения? Не является ли преувеличением то, что возможно так сильно изменить личность? Анатолий Милович, Кирилл, Кирилл, Кирилл. Милович, Кирилл, 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 Кирилл. Анатолий Милович, Кирилл, Кирилл, Кирилл. Милович, Кирилл. Овелич, Кирилл. Милович, Кирилл. И может быть, если что-то не заинтересовано между собой, а может быть все определенные телооминированки. Может быть все предпоследователи от генеха. или реинкарнация, или что вы делали в вашей прошлой жизни. Я думаю, что исследование científicного или религиозного подхода является важным. Но я думаю, что вы также можете заметить, что в Комфутинистике также понимает, что процесс социализации с правами в Комфутинистике является методом, который помогает человеку, когда он молодец, чтобы знать, что если они делают что-то хорошие, они получают зарплаты. И когда они молодцы, они получают в общество. Если они делают что-то хорошие, они чувствуют себя хорошим. Я думаю, что, конечно, в философском debate всегда скажут, что некоторые, кто всегда скажет что это генетично, это более важно, и некоторые говорят, что социализация более важно. Поэтому я даю вам ответ, что это философский ответ, что нет ответа. Ну все равно я переведу. По сути, вопрос сложный, исследуется много. И влияние генов, влияние прошлой жизни после реинкарнации это все может быть темой научного исследования. И есть совершенно разные позиции в науке. Кто-то считает, что в первую очередь стоит за генами, кто-то считает, что в первую очередь стоит за социализацией. Дебаты не прекращаются. Например, они были даже у нас в советское время. Это дискуссия Дубровского и Ильенкова, сторонников Ильенкова. Там Дубровский дал предпочтение структуре мозга, сторонники Ильенкова давали предпочтение социализации. Насколько я все это помню. Но, тем не менее, это все может быть темой исследований. Более того, есть современные исследования в когнитивной философии, которые подтверждают и имеют данные о том, что структура психики достаточно сильно меняется при обучении, при социализации. Например, когда ребенок совсем маленький, он делает какую-то работу очень часто за вознаграждение. Ну, либо в виде конфетки, либо в виде похвалы. Ну, какое-то вознаграждение. И это нормально. Точно так же тренируются животные. Но если обратиться потом... Но потом, когда человек усваивает этот принцип того, что как надо себя вести, то оказывается, что он уже получает удовольствие от самого процесса. То есть, если он привык что-то делать, даже за вознаграждение, когда он был юным, то когда он уже становится достаточно зрелым, то он получает удовольствие от самого следования вот этому шаблону, этому гештальту в процессе своей жизни. Ну, это про социализацию. Еще вопросы кто задаст? Вас, да? Ровно через неделю в этой аудитории будет проходить конференция, где ключевым понятием будет понятие модернизации. В связи с этим вопрос уважаемому нашему профессору. Как можно гармонично сочетать то, что является традицией, ритуалом, от того, что требует изменений уже с пристальным вниманием к будущему, не только к великому прошлому? Это профессор Воскобойников, из его университета. И его вопрос, то есть, прямо после недели, у нас есть конференция, основной темой этой конференции это модернизация. И его вопрос, как мы можем найти баланс между правилами, между традициями, между вниманием к прошлому и между тем, что должны быть изменены, что должны быть модернизации? Воскресенье. Воскресенье это самим вопросом, мы спросим, как мы можем и не понимаем, что мы можем что в голове они уже есть конфуцией, в них. Потому что мы должны победить с Apple, мы должны победить с Samsung, мы должны победить с Nike. и и мы в России и для интерпретации. Because it emphasizes so much on the rational, and when our young people are inside their devices, on their telephone and computer, they are so happy because it's also logical. And they don't have to deal on the interpersonal side of interacting with other people, which is more difficult. And in our universities, our young people, especially from the 80s and the 90s, they don't like to have friends. They like their computer so much. Even they sit next to each other, they send a message instead of talk. So very soon, this may be a social problem, because now we already have addiction to the computer. And so we are, in China, struggling with answers. But we must go back to the tradition and realize what it is to take them out into the real world, to the trees, to the forests, and not only just inside the machine. It's a serious question. It's a serious question. It's a serious question. It's a serious question. It's a Chinese society, Chinese scientists. Because, in fact, in China, there is a problem. The problem in the on the that tradition приходится, say, on the one side, to the one side, to the one side, to the other side, современных каких-то средств. Особенно со стороны, например, средств массовой электронной коммуникации. Сейчас докладчик рассказывает про ситуацию в Китае, у нас она, в принципе, точно такая же. То есть у всех, особенно это касается молодого поколения, у каждого есть телефон, смартфон, в который каждый сидит, смотрит, и даже если люди сидят рядом, они посылают друг другу сообщения. Они не хотят взаимодействовать в реальном мире, потому что это просто сложнее. В телефоне все логично, просто. Вы получаете какую-то награду в виде баллов, звездочек за какие-то действия. Это все очень понятно и очень просто. И поэтому, естественно, так как это просто, а ум склонен к лени, то молодое поколение стремится все больше в электронный мир виртуальный, приобретает зависимость и задача именно... Но дальше следует вопрос, как объяснить молодому поколению, в Китае, естественно, что конфуция вообще-то у них уже в голове есть. То есть неважно, что они будут делать, все равно они выросли в этой культуре, которая имеет очень большой контекст, там, три тысячи лет, вот они оценивают культуру Соединенных Штатов, которые лет 200. И ритуалы очень устойчивы, они все равно есть у молодого даже поколения. И вопрос в том, собственно, ответ возможный о взаимодействии ритуала и модерна, современности, состоит в том, чтобы показать, как ритуал может быть практически применим. Ну, по сути, показать практически удобство, практическую пользу от следования традиций. То есть, если это будет сделано, если этот вопрос будет решен, то есть обоснование, доказательство, практическая польза ритуала, то тогда это будет успешно. Если нет, то, соответственно, фейм. Спасибо за вопрос. Я бы тоже хотел бы добавить, что с психологической точки зрения, что это приводит в эту культуру, это форма из-за миндобленности, что позволяет, ну, не только молодые люди, это преодоление, потому что это, вообще, для всех, чтобы вести в эту культуру, мы контролем, мы знаем, что будет происходить, мы говорим о том, что делать, и это не уменьшение. И мы играем в игре за 5 часов, и тогда время идет. Но, в самом деле, у нас есть проблемы с человеком, мы не хотим enfrentаться, мы уходим туда, но мы вернемся, это как алкоголь, гамблин, и ваша проблема будет там. Во-первых, это относится не только к молодому поколению, то есть, на самом деле, как и любая зависимость, все люди ей подвержены, и, по сути, причина как бы такого виртуализации общества – это стремление к потерю осознанности, к потерю сознания, потому что когда человек… к потерю сознания реальности, к тому, где он находится на данный момент, потому что когда человек играет в игру, или вообще просто что-то делает в телефоне, так все очень логично, он все контролирует, он знает, что произойдет, и поэтому это удобно. То есть, там все предсказуемо, нет никаких… Ну, если кто-то только лайк не поставит еще. It's difficult. Да, это очень сложно преодолеть, и, по сути, это своего рода зависимость. Точно такая же, как алкогольная, сексуальная зависимость, или наркомания, то есть, это стремление избежать проблем. То есть, многие люди из старшего поколения начинают играть в какую-то игру, там, часами, потому что есть какая-то проблема, которую нужно решить. И это просто избегание проблем. Но после пяти часов сидения в интернете, проблема-то не решается. И это очень сложный вид, это как битва Давида и Голиафа, где интернет и современные масс-медиа – это такой Давид, который с прощей бегает и кидается в него. Это очень сложно, но, тем не менее, как известно, Давид победил все-таки. И Гуру отрубил. В своем выступлении Вы говорили о влиянии, в частности, буддизма и некоторых философских других школ на развитие философской культуры и философии. На Ваш взгляд, какие основные причины падения авторитета конкурсианства и укрепления, усиления позиций доуксизма, буддизма на китайской культуре? А это в какое время? Сейчас или тогда, когда это было? Нет, тогда. То есть в 10-12-е годы? Да, да. Ну, можно и актуализировать и сейчас. Потому что случалось, что чувствуется влияние буддизма и некоторых других. В чем причина? В чем причина, да? Какие основные причины падения авторитета конкурсианства и усиления позиций других школ? So, the question is, what is the main reason why it was possible? Why the traditional culture, the Confucianism was going to be failed? В 4,000 лет истории в Китае есть всегда сегодня Confucianism, tomorrow Taoism, next day Buddhism. And then everybody make friends, and then all three into one, and then another emperor comes, is Buddhist. So before the Song Dynasty, all the emperors were everyday with Buddhism. And so by the time Song Dynasty comes, everyone say the emperor is not doing the work, they're meditating every day, so we have a problem. And so the scholars, they say, you know, we have to change this. So a lot of Western culture, they think Buddhism comes from China, but it's wrong. Buddhism is a religion that was something like Christian for Catholic and Protestant. And it was in India, and the Hinduism was going to be cut off by Buddhism, but they failed. In the 12th century, Buddhism no longer exists in India, but exported to China. Invasion of Buddhism into China happens two times. One is 400 A.D. and one is about 9 to 13 A.D. So two times they come in. And the reason that it can stay in China is it put into Buddhism also Confucianism and Taoism. So later on, all the religion becomes very, all the ideology becomes very complicated. But one of the most fundamental aspects of Buddhism that was so attractive is they explained very well, like Christianity explained very well, what happens to me after I die. So, Buddhism say, you're good this life, you're good next life. You're bad this life because last life you were bad, because of reincarnation, right? You come back, okay? Christians say, you go heaven. But Confucianism has nothing like that. So they learn from the Buddhists what makes everybody happy. Sorry, it's religion tastes a little bit, you know. Then they also put in some aspect that explains what happens after I die. Because fundamentally, we are all concerned what happens if I die tomorrow, right? Most important question for a philosopher. So... 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 Well, first, there was a political component of this. Because many impersers, before that time, they were Buddhistists. They did meditation, they didn't do the state's job. And, of course, they did, depending on how the government was being taken. They did this behavior. Well, until then, they played tennis, then, they did something else. So, in general, everything was changed. So, in general, everything was changed. So, in general, everything was changed. So, it's a political component of this. It's a very important thing. Еще очень важно, о чем застряло внимание докладщик, это то, что буддизм считается китайским. Что буддизм пришел из Китая. На самом деле, это не так. Буддизм – это более западное мировоззрение, точка мышления, которая пришла в Китай из Индии. Ну, где-то появился, все знают, я думаю. Вот, и было несколько волн вторжения вот такого буддизма в Китай. Почему? Ну, там были, во-первых, причины в том, что буддизм был… Вообще, изначально буддизм – это некий институт. Будда – это просветленный. У них было много будды до Будды Гаутама. После него началась такая тоже нечто наподобие христианской религии, и была попытка даже заменить традиционный брахманизм в Индии, но это потерпело неудачу. Буддисты были изгнаны традиционной вот этой индийской религии. Естественно, во-первых, ну, многие просто эмигрировали на территорию посещения государства, просто подставили себя от преследования. Естественно, приносят с собой вот свои обычаи. Это первый момент, такой политический. А идеологический момент в том, что вообще все люди так или иначе задумываются о том, что будет с ними после смерти. Это такой достаточно важный вопрос. И буддизм, точно так же, как и христианство, предлагает очень ясный, очень простой, понятный ответ. Там, правда, система реинкарнации, но смысл такой же. Если вы живете хорошо, там, так, как сказано, то у вас будет все хорошо. Если у вас сейчас живете плохо, то это потому, что вы жили плохо в какой-то предыдущей там жизни. То есть, все очень ясно и очень понятно. Ну и, по сути, обещается, что в конце и в конце все у всех будет хорошо, на самом деле. Ну и это, естественно, подкупает еще многих людей, потому что страх смерти, он так иначе оказывает влияние. На русском языке есть хорошая работа Карла Каутского «Происхождение христианства». Там написаны вот и этические, и социокультурные предпосылки возникновения христианства. Ну и, по сути, они могут быть, наверное, распространены на принятие буддизма в Китае. Вот. Но затем в Китае, после такой вот волны, естественно, принятия буддизма, ну, встала проблема то, что люди занимаются там, при правителе, не тем, чем надо, чем они должны заниматься по должности. И, так или иначе, буддизм был, скажем так, интегрирован и ассимилирован во многом в буддистскую, ну, в традиционную китайскую культуру и стал, по сути, ее частью, потеряв, ну, претерпев многие трансформации. То есть, это уже не тот буддизм, который был, естественно, когда он туда приходил. Ну, по сути, это тот же самый процесс, он был и в нашей, на территории нашей страны, когда, то есть, все наши праздники христианские, они, по сути, дохристианские происхождения имеют. И обычаи, и симы, и так далее. То есть, процессы, на самом деле, по сути, во многом схожи. То есть, Занцзай был очень важен, потому что он научился из буддистов, и он возвращался в голову, и он создался в том, что он у меня в том, что он создается в том, что он создал И этот концепт был полностью построен от него. Он посолитил все учения от людей предоставлено. И все, кто работал на Чи, после него, использовал его предыдущие, чтобы делать Чи. И это Чи помогло китайским думать в Конфутизанском, потому что в Конфутизанском, мы не объясним. Это морал, эфицированная философия что-то зависит от анкестер-восип, очень similar к американцам Индии, где вы вошли от вашего-грейт-гранатого и вашего-линочного, и вашего будущего зависит от ваших детей, и многих родителей. И вот здесь вы, в прошлом и в будущем. Когда Буддизм имеет три инцентрации, когда вы идите в Темпле, для Буда, эти три инцентрации являются в прошлом, в будущем, и в будущем. So, he was able to explain this and I think incorporate it into a Chinese Confucian philosophy without taking the Buddhist thought, which the later Song Dynasty philosophers did, so he can maintain the purity of Chinese thoughts, but at the same time he created a new structure. And, again, back to Jandzai, he was a buddhism, but then returned to the main book of Chinese Chinese, in which he talks about the structure of yin-yang, which is the first beginning of the world, which is based on the original basis of qi, as an energy energy, as an energy, as a consciousness, well, this is qi, qi, a lot of these are now talking about this. And Jandzai took some things from Buddhism, but, at the same time, Я приложил их к традиционной китайской культуре. И, например, даже в буддизме, когда вы ставите три благовония в храме, ну, это своего рода как свечки у нас, то есть там ставится благовония. Там есть благовония за их три штуки, за прошлое, за настоящее и будущее. Это как бы три альцетворения. И также там есть культ почитания. И как бы это очень его работа тесно связана с культом почитания предков. Тоже это известно по китайской культуре. Это также имеет коннотации из культуры индейцев. Такое достаточно популярное изложение, то есть культ предков, культ своих прародителей. Также могут быть проведены параллели с древнерусской культурой, там с культурой рода и так далее. То есть это все имеет, ну, очень много схожих мест на самом деле. И он Жан Заю об этом писал. И я забыл то, что после него говорилось с другими философами про энергию Ци, про энергию Чи, сознание. По многому основывалось именно на его вот такой систематизирующей работе. Все. Еще вопрос. Да, давайте. Профессор, господи. Уважаемый профессор Ализалет Гули, скажите, пожалуйста, как вот вы считаете, сейчас наш мир существует как глобальный. Субъектом и агентом глобализации является западная культура, ну, американская культура. Это культура, которая основана на отказе от традиций. Она абсолютно инновационная. Но сегодня мы видим, что все большее значение начинает приобретать культура Китая. И экономика теперь. Но китайская культура основана на структуре. Вот как вы считаете, в таком глобальном, глобальном перспективе развития цивилизации, что является более перспективным? Динамика или структурность? Вот что больше, более важно для развития цивилизации? Ее динамичность и отказ от традиций? Или ее такую... Ну, возможность опираться на очень такой прочный фундамент. Вот эту структурность. Что важно? Это профессор Костин, динамичный факультет. И вопрос сейчас мы живем в глобальном мире. И главный вопрос, главный вопрос для глобализации, и главный вопрос для глобализации, это и есть в Восточном мире. Да, в Америке, в Европе и так далее. Но в Америке Европе есть инновационная культура. Они отреживают традиции. И сейчас... Ну, это понятно. Да, в Америке, потому что сейчас Американская нам уже... Американская традиция, но в Восточном мире, в Восточном мире уничтожили традиции. И теперь, культура и культура, культура и культура, возникает на правилах и традициях. И вопросом, как эти две основные линии, культура и культура, культура? Я думаю, что это важно, чтобы подразумевать глобализацию и универсальность. Это две разные проблемы. Я скажу, что Макдональдска идет вокруг мира, и в Индонезии и Индия, культура и культура. Это глобал и локал. Глобал должен быть локал. Глобал, это процесс, функция, макдональдска, глобал warming, проблемы для обеспечения, то есть глобал вопросы. Это функция. Но универсальность, наши ценности, как человеческие, Each tradition has their own values, and they must be left with their own values in their local situation. That is to say, Chinese, they eat rice. Universally, everyone needs starch. Chinese eat rice, Italian eats pasta. I think you eat potato in Russia. Or bread, you know. So everyone has a preference, how they want to be. And that is my value. So the Americans or the Western world tries to talk about human rights as a global issue. It is questionable whether human rights is a global issue or is a universality issue. If it is a global issue, it should be put in a box for only certain functions. If it is a universal issue, then we have to check if the values of all the countries should be the same. So I think sometimes, actually one of my topics is to tackle this issue when I finish my analysis. Human rights or rule of law. The way each tradition thinks about it. And people mix these two issues all the time. Okay? Because universal is about values. My traditions say that I must be ancestor worship rather than God. That is my tradition. It is not a human rights issue. It is separate. So I think sometimes that is the mix, you know, that we get confused. What do you think about this situation? In first of all, it is a globalization, globalization, universalization. Globalization, something that is global, this is actually a process and a function. I mean, it is an example of a specific process. Например, есть Макдональдс, который по всему миру есть, у нас тоже есть, и есть в Индонезии, у нас и так далее. То есть, это глобальная компания, которая занимается, ну, функция это глобальная торговля, это извлечение прибыли на глобальном уровне. При этом у Макдональдса есть, например, в Индонезии они дают гамбургеры с карри. Ну, просто потому, что там сидят карри, и это, ну, иначе они, наверное, не покупали бы. То есть, этот глобальный процесс, его проявления на частном уровне могут различаться. Там гамбургеры с карри, у нас там какая-то другая, там русские недели в Макдональдсе, например, или греческие, неважно. Вот, это первое. А это первый аспект. То есть, глобализация это процесс, который может быть совершенно различным. Универсальный же, и вообще вопрос универсальный, универсальность, он имеет отношение к некоторым ценностям. Ну, например, и ценности уже и могут иметь различные уровни. Ну, то есть, все люди должны получать углеводы, они должны есть. Это, как бы, ценность человеческого тела, биологического вида. А при этом, например, у разных культур могут быть различные предпочтения для различной ценности. То есть, углеводы это и рис, и лапша, и хлеб. В Китае едят рис, как правило. Там в Италии пасту, лапшу у нас в основном хлеб распространен. По сути, это реализация той же самой глобальной вот этой идеи, то есть, получения углеводов, но с какими-то предпочтениями межкультурными. Это культурные ценности. И тогда уже вопрос о том, могут ли быть применены... На самом деле, вопрос в том, какого уровня ценности европейской культуры, которую она пытается насадить. Это ценности, скажем так, для всего человеческого вида, или же это ценности только для этой данной европейской культуры? Ну, ценности для всего человеческого вида, наверное, имеют отношение только к биологии. Это необходимость жить, дышать, есть, размножаться и так далее. Ну, например, вот говорила о проблеме прав человека. То есть, тренд европейской культуры – это права человека. Все кричат, а соблюдается ли у вас права человека. Но это ценность европейской культуры, которая сложилась именно там, ну, в результате каких-то процессов, которые там были. А в Китае ценность... Ну, вопрос о правах человека, он как бы не встает. Во главу угла, например, встает вопрос почитания своих предков. И человек даже не задается вопросом о том, какие он имеет права. Если, там, пока человек молодой, он должен, там, почитать родителей. Это все. Он не задается вопросом о том, какое он право имеет, пойти в кино или не пойти в кино. А это, там, чё по чё, соль и другую купить. Вот. То есть, это... Вот это именно разные уровни вот этих ценностей. И, естественно, что культурные ценности должны быть в возможности сохраняться. Потому что, возможно, особенно, как показывает современная практика, многие ценности западной культуры, они ведут, там, ну, каким-то неблагоприятным последствиям. Там, например, это потребительство, истощение ресурсов, ну, и так далее. Все не будет распространяться. То есть, что это очень важный вопрос, что мы должны делать в моменте, потому что это что-то, что это тоже экономическое, как философическое, как и это интер-дисциплинарное вопрос. И я думаю, что это очень трудно, но я думаю, что мы должны ответить, and work on the details of it, because otherwise, I think, if we make the whole world laissez-faire, free market, it's not possible, because it will be chaos. And I think the American economists would love to see that, but I think it's a very difficult situation. Ну, это сложный вопрос, и вряд ли мы можем сделать из всего мира общую ярмарку. Конечно, это было бы выгодно кому-то, но вряд ли реализую их. Почуточнить вопрос хочу. Речь идет не о глобальном и локальном, а речь идет о пусть экономическом первенстве. Западная цивилизация в 19-е веке, в 20-е, безусловно, в конце 19-го, в 20-е, была экономическим лидером, поэтому она и стала субъектной глобализацией. Сегодня мы видим движение Китая. Не связано ли это в этой структурной структуре? То есть, кажется, на основном, это вопрос, а то есть, в следующий вопрос, что это вопрос, о экономике. В прошлые годы, почему вести политические культуры была заданным вопросом? Потому что, в первую очередь, была экономика. Экономика вести политические культуры Это было лучшим в 19th century, в начале 20th century. И теперь, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае растет. Может быть, это... И как это работает? Это работает с ролью традиции, с ролью этой структуры. Вы имеете в виду традиции в Китае? Почему это в Китае растет в Китае? Как это зависит от традиции? От традиционного культуры? Почему с Китае растет в Китае? Потому что культуры? Потому что культуры? Потому что культуры? Ну, я думаю, что много фактов для развития. Я думаю, что есть разные аспекты. И, в основном, они очень трудно работают. Это очень трудно. Я думаю, что это номер один. Они работают очень, очень трудно. Таким образом, культуры. Но, культуры, культуры, культуры в Китае, которые все сделаны в Китае, тогда они немного смысл. Потому что они очень внимательны. Я думаю, что все время они должны быть осторожны о том, что другие люди приходят в культуре, и они всегда будут критикаты, которые будут защищены. Это защищение может быть традиционным. Таким образом, это традиционным. В смысле, мы не хотим, чтобы все было свободно. Мы должны контролировать что-то. Таким образом, когда мы были защищены в Китае, то, что у нас не было свободно. Если мы были в открытом рынке, то, я думаю, что тюнами для финансов, что произошло в Китае, то, что мы были в Китае. Но, как мы были в Китае, то, что мы были в Китае, то, что у нас не было свободно. Мы могли бы сказать, что у нас есть файл, файл для защищения наших денег. То есть флоатин. И это, вы можете подумать, может быть, это традиционно, что мы думали, что папа мастер-класса, что государство мастер-класса, что государство мастер-класса мастер-класса, чтобы защищать всех. Поэтому, это сложно сказать, в том числе, в том числе, но я думаю, в комбинации, до сих пор, мы хорошо. Но это не означает, что мы будем в порядке всегда, поэтому мы должны продолжать увеличивать, поэтому мы продолжаем найти вопросы, которые мы должны ответить, чтобы мы могли быть осторожными. Ну, последний вопрос я переведу. про причины экономического роста Китая, во-первых, и связь с традицией Китая. Ну, во-первых, причина это, так сказать, это то, что люди много работают, на самом деле много, и, как бы, это персональная причина, то, что каждый гражданин выполняет свою работу. Естественно, это связано с традицией. И вторая составляющая, это то, что рынок Китая достаточно закрытый. То есть, товары производятся в Китае, ну, почти для всего мира. Вся одежда почти сделана в Китае, там, электроника и так далее. Но, при этом, внутренний рынок Китая, он, по сути, является достаточно закрытым. То есть, туда нельзя там войти, перевести деньги, и, по сути, он, как бы, огражден. То есть, это то, что называется, по-моему, протекционизм в экономике. То есть, государство защищает интересы своего, как бы, своих людей, в первую очередь, ставив их в приоритет перед интересами иностранных каких-то компаний. И, естественно, что многие, ну, западные бизнесмены, экономисты, они критикуют Китай за то, что у него рынок не открыт, что они не соблюдают, там, правила свободной конкуренции, рыночной экономики, ну, и так далее, и тому подобное. Но, на данный момент, это, скажем так, благоприятно. Потому что, вот, все эти экономические кризисы, которые недавно были, они Китай мало затронули, именно потому, что он окружен вот этим, цвеобразным фаерволом. То есть, великая китайская стена. Крейт фаервол. Который не дает возможности для свободного перемещения денег внутрь, наружу. У нас были, там, санкции недавно, какие-то инвестиции покинули Россию. В Китае, насколько я в курсе, это было бы сложнее сделать. Вот. И это одна из причин. И это основано на ритуале, в том числе, потому что традиционно в культуре, например, отец должен заботиться о своих детях. Ну, в родительстве. В родительстве. До достижения какого-то возраста. Соответственно, правительство заботится о своих гражданах. И это определенная традиция, определенный ритуал, который есть в контексте этой культуры. Но, как вот отметил докладчик, это было, это работает, пока это эффективно, но это не значит, что, как бы, есть идея сохранить это. Такое именно положение дело навсегда. Они понимают, что мир развивается, нужно начать какие-то изменения, там, в ту или в другую сторону. Это не оговорится в какую. Но, так или иначе, пока это работает достаточно успешно. Что будет потом? Ну, увидим потом. But I want to add. I want to add one thing. That Confucianism is often criticized to be too authoritarian. Because the father and the son, the husband and the wife, по-попад. And, in a sense, I think that many scholars would agree with me to say that the model of government and maybe thinking is slightly Confucianism in China. Of course, they made the figure, statue of Confucius in a big square, but then some people don't like it, they take it away and put it in the museum. But I think fundamentally this Confucius aspect in our culture is very strong. And I think a nation, a tradition, a civilization must have its identity from its roots. So that the people can feel proud. And although people criticize, but I think it's at work in China, the mentality. You talk to the taxi driver, you talk to the man on the street, they all know the Confucian thinking. But they don't know where it comes from, they don't read the classics, but they know it inside. They haven't been passed on, and it could be genetic, but we don't know, okay? But many generations, they grow up with it, so they have it in their blood. So is that genetic, is that cognitive behavior, we don't know. But anyway, they have it. Yes, okay. Еще последнее добавление. То, что даже в Китае Конфуция и конфуцианская традиция все-таки критикуются. За то, что она очень авторитарна, очень все распределено. Но это, по сути, может сравниваться с нашим домостроем. То есть то, как себя должен вести муж, жена, какие у них обязанности, что они должны делать. Но на данный момент все-таки это так или иначе является, скажем так, поргнем китайской культуры. И в Китае каждый человек, водитель такси, продавец булочный, он так или иначе включен в эту традицию. То есть вы с ним можете поговорить на тему, там, идти отношения, на тему ритуалов. Он, может быть, даже не читал Конфуция, но он знает, он знает эти вещи, они как бы сидят в его крови. И тут, конечно, можно сказать, что это генетически уже обусловлено, так-то, это вопрос исследования. Можно сказать, что это социально обусловлено. Вопроса не в этом. Ну, как бы это уже специальная научная разработка этой темы. Но смысл именно в том, что данная традиция, она лежит уже в основе данной культуры. Она в крови у этих людей. Именно Конфуцианство у китайцев. И, как считает докладчик, что каждая культура, если она хочет существовать столько же, там, тысячелетия, сколько китайская, она должна так или иначе чтить свою традицию, то есть основываться на своих корнях и следовать, там, тем обычаям, ну, конечно, с изменением, возможно, по ситуации, но дух должен сохраняться. И это, может быть, это универсальная идея для любой культуры, если она хочет быть успешной. И наши философеры в Китае, в Китае, в очень высшеме государство, они работают очень близко и общаются с ними все время. Это показывает, я думаю, что, может быть, 30 лет назад, мы не можем читать классики. И в Китае сейчас, во-первых, очень многие философы очень тесно взаимодействуют с правительством. И такого не было еще 30 лет назад, ну, лет 30 назад, то есть сейчас и взаимодействие с научной базой большой, заплаты там достаточно большие. То есть государство поддерживает вот это возрождение традиционной культуры. И еще лет 30 назад было сложно даже читать классическую конфуцию. Сейчас это установлено для всех, начиная с младшего, что там, с самых популярных. Потому что правительство понимает, что без такой стройной, поддерживаемой системы идеологии будет сложно влиять и формировать тот тип личности, который необходим данному государству для того, чтобы быть успешным. Я благодарю всех за внимание. Давайте попробуем. Спасибо всем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok